Всем привет! Добро пожаловать в Аленку Блог. Сегодняшнее видео будет о подарках, которые привезла мне моя мама. Она приехала недавно ко мне. Подарки от нее, подарки от друзей, подарки от... Подарок от моей подписчицы Лизы. Самый-самый невероятный, самый такой вот трогательный, добрый, приятный и неожиданный. Давайте я с него и начну. Лиза моя подписчица в Инстаграм. И знаете, мы лично не знакомы. И вот когда человек тебе просто так что-то передает, тарит. Это так здорово. Лиза, спасибо тебе большое. Многие, наверное, знают Лизу, знакомы с ней по Инстаграм. У нее Инстаграм Шекспир Парфюм. И вот она мне вот взяла и передала с мамой чудесные, чудесные подарки. Я хочу вам их показать. Первое, что мне Лиза подарила, это вот этот аромат. Я так хотела его давно. Это Рив Гош от Эвсен Ларон. Это аромат в туалетной воде у меня идет. Я невероятно давно его хотела. Не знаю, что до сих пор не купила. Но, видимо, знаете, это такая судьба. Вот не купила, и он у меня вот так вот чудесным образом появился. Аромат для меня очень такой какой-то знаковый, красивый, статусный. Я обожаю дизайн флакона. Ну, вообще, вот он просто загляденье во всех, вообще, во всех планах. Прекрасный альдегидный. Я люблю альдегиды. Здесь альдегиды еще такие старые школы. Такие хрустящие, звонкие, чистые. Прекрасный, прекрасный Лиз. Спасибо тебе большое. Я не буду долго сейчас говорить об ароматах, которые я вам буду показывать. Просто вот бегло пробегусь, а потом уже сделаю отдельный обзор подробнее. Рив Гош. Рив Гош у меня. Следующее, что мне Лиза подарила, это вообще, это я, я просто у меня упала челюсть, когда я увидела, посмотрите. Это вот такая вот шкатулка. Она такая мягкая. Здесь такие розочки, такие веточки. Ну, это просто, это загляденье какое-то. Посмотрите, какая крышка. Смотрите. Прелесть. И внутри тоже все в розах. Тут еще такие ягодки. Это так здорово, когда человек вот прям с таким добром, так душевно что-то так тебе оформляет и дарит. Спасибо. Съешь меня. Она еще так все подписала. Съешь меня. Шоколадка Аленка. Понятно. Съем. Обязательно люблю Аленку. Вот такая вот помада вообще, я не ожидала. Это Lancome Rouge in Love. И цвет просто потрясающий. Смотрите, какая красивая помада. Смотрите, какой красивый цвет. Я ее еще не пробовала, чтобы вам показать. Посмотрите. Это такой красно-коралловый. Следующее видео с ним сделаю. Ой, вообще, вообще, вообще розочка. И аромат. Я когда-то давно прокомментировала у Лизы фото в Инстаграм. У нее вообще прекрасный Инстаграм, кстати, такой необычный. Она увлекающаяся такая девушка, очень интеллектуальная. Вот знаете, ну видно по фото, что человек увлекается. Вот она любит Японию, она любит театры. И очень интересно смотреть ее посты. Она не очень часто делает фото, но если делает, то они очень интересны. И она запостила в Инстаграме фото этого аромата. И я написала, что Лиза, ну какой он, какой расскажите. И вот она мне ответила и передала вот такой отливант. Это дом Vagabond, The Vagabond Prince, российская компания, как я понимаю, российские создатели. И вот они сделали такие три аромата, посвященные России. И у них очень красивые такие оформления. Черный флакон, красный флакон, белый флакон. И вот этот вот черный флакон я как раз больше всего хотела. Черный, и он с такой росписью, такой чисто такой русской, сказочной. Очень красивый аромат называется Enchanted Forest. Вот такой вот красивый у него цвет. Кто знает, я, может быть, вставлю фото, ну или вставлю ссылку внизу под видео. Это аромат сказка. Аромат вот просто, знаете, когда ты в детстве читали тебе сказки, не знаю, да любые. Вот это, знаете, это иллюстрация Белибина. Это, ну вот в этом аромате что-то такое реально из детства, из леса. Здесь лес, здесь травы, здесь хвоя, здесь ягоды. Очень красивая черная смородина. Я прям сразу слышу здесь черную смородину. Черную смородину, кстати, я люблю в ароматах. Сложно ее найти, такой приятный. Вот здесь он есть. Подробнее про него расскажу. Пробовала уже носить его на коже. Он невероятно красиво раскрывается и очень стойкий. Вот реально стойкость у него просто беспредельная. Так что вот такой вот у меня подарок от Лизы. Лиза, спасибо тебе еще раз. Класс. Положу его вот сюда. Вот сюда положу. Ну, следующий подарок это от моей подруги. Посмотрите. Это красная Москва туалетное мыло. Оно пахнет просто божественно. Ну, знаете, туалетная Москва, запах. О, туалетная Москва, господи, красная Москва, запах. И плюс запах вот реального мыла такого вот из детства, знаете. Не противного, ну, не хозяйственного там какого-то мыла, вот дегтярного, знаете, мыла. Вот просто обычный такой белый кусок мыла с ароматом Красной Москвы. Вот он так запечатан. Я не буду его распечатывать пока. Думаю положить его, где белье храню, и вот будет так вкусно пахнуть. Спасибо. Очень классный. Спасибо. Следующий аромат тоже от моей подружки. Это вот этот, новинка от Givenchy. Я уже про него говорила. И здесь 10 мл. 10 мл, мне кажется, более чем достаточно. Я так думаю, что это просто такой, как пробник. Вот так он выглядит, такой хорошенький. Такой лаконичный флакон в 10 мл. Это очень красиво смотрится. Мне он нравится. Мне он нравится, и как бы на пробу 10 мл более чем. Достаточно, я уже повторюсь. Так что буду носить с удовольствием. Спасибо. Настенька. Следующее, что передала мне моя подруга. Это два аромата от Chanel из эксклюзивной коллекции. Это уже остатки во флаконах. Ну, я безумно рада. Я вообще в счастье. Два аромата. Значит, здесь у нас моя просто любимейшая. Гардения. Я очень хотела этот аромат. Хотела его купить. И она мне написала, не-не-не-не, не покупай, не покупай. Он у меня стоит. Я не пользуюсь. Я тебе с мамой передам. Вот она мне его передала. Я очень хотела аромат Гардения. Для меня это вот просто аромат красивой, ухоженной женщины. Аромат ухода. Вот реально уходовых средств. И, конечно, Гардения. Бесподобный запах. Такой женственный. Буду еще рассказывать. Поэтому просто пока покажу. И второй миссия. Миссия, как мы знаем, подруга самой Габриэл Шанель. И вот этот аромат у меня наконец появился. Я не хочу сказать, что я его хотела, в отличие от Гардения. Гардению я реально хотела даже себе сама купить. Миссия, ну, как-то не знаю. Красивый, пудровый. Поживем, увидим. Буду носить. Буду в нем жить. И посмотрим, как он себя будет вести. Дальше. Мама мне, мама мне купила аромат. Коробку не буду уже показывать. Это Элизабет Орден. Пятый авеню. Он ли Нью-Йорк. Я так понимаю, что это их последний такой фланкер. Пятый авеню. Он ли Нью-Йорк. Она говорит, мне так посоветовали его. Он такой, типа, интересный. И я, говорит, решила тебе его купить. Он очень яркий на старте. На старте он прям реально такой, о, что это? Интересно. Потом он, конечно, так замыливается. Нестойкий. То есть, если ты носишь его с собой и обновляешь периодически, то вполне такой вариант на каждый день хороший. Здесь тоже очень красивая черная смородина. Я сначала не поняла, что это такое. Думала, что это... Ну, я думала ягода, но не думала на черную смородину. Потом залезла, посмотрела пирамиду. Хороший такой, мне кажется, бюджетный, классный вариант. Вот мама мне решила подарить. Прикольно. Следующее, что у меня появилось. Тут уже будет немножечко... Ой, я так смотрю, чтобы у меня ничего не упало. Немножечко косметики. Вот в такой коробке мне передала подруга. Шанелька. Шанелька. Шанельку мы все любим. Два лака для ногтей. Я уже вытащила их из коробки. Этот 580... 580. Ну, такой, знаете, как будто черный, знаете. Я не знаю, то ли это лонгвэр, то ли это какой-то топ. Надо мне у нее узнать. То ли это покрытие топ, то ли что. Я еще ничего не пробовала. Попробую все расскажу. Вот такой вот черный. Я люблю лаки Шанель. Чего уж там. И 625 секрет. Вот я такие у Шанель очень люблю. Нюдовые. Мне кажется, это вот нюд. Шанель, это они просто гениально делают. Дальше она мне передала помадку. Тоже от Шанель. Rouge Allure Velvet. Я люблю именно у Шанель. Rouge Allure Velvet. И цвет такой классный. First Light 64 номер. Он оранжевый. Я хотела оранжевую помаду себе. Смотрела в MAC. Но что-то какие-то они не очень. А тут вот. Так что, дорогая, буду краситься. Оранжевый, мне кажется, здорово, когда загар. И когда голубые глаза. Так что ждите обязательно на краш в следующем видео. И она мне передала вот такие тени. Однушечка. Однушечка из матовой серии. Вот такой вот цвет. Вот такой вот цвет. Я так понимаю, это такая очень хорошая базовая. Базовая тема на каждый день. Тоже не попробовала еще. Попробую, обязательно вам расскажу. Цвет называется 22 Viseum. Мат. Матовые тени, короче. Прикольно. И тут еще она мне передала такую красивую брошку. Тоже. Шанель. Со знаками зодиака. Гороскопы, кстати, знаки зодиака. Был запрос, я обязательно сделаю. Ну, мне надо их изучать, потому что я их не очень хорошо знаю. Все. Ароматов больше нет. Покажу вам три книги, которые привезла мне моя мама. Я их нашла в интернете. Мне они очень понравились. Я прям говорю, мам, найди, пожалуйста, привези нам для Тимофея. Первая книга вот такая. Называется «Длинное долгое путешествие». Ян Валь и Лоран Гапайяр. Гапайяр, наверное. Вот так. Это как жираф. Жирафу везли в зоопарк. Ну, она такая немножко грустная, но... Ну, не знаю. Красивая. Красивая. Ее еще мы не читали. Покажу вам просто иллюстрацию. Иллюстрация потрясающая. Вот как ее везут из Африки. Как она жила в Африке. Как ее везли на корабле. Как она оказалась в Лондон. По-моему, ее везли. В Англию. А может быть, нет. Смотрите. Так красиво. Очень красивая книга. Мы любим смотреть книги вот так вот, прям с иллюстрациями читать, смотреть. Очень здорово. Вот такое длинное долгое путешествие. Так что, если кому-то интересно, записывайте. И вот сейчас Тимофей читает с бабушкой. Они там вместе закрываются. «Армстронг. Невероятное путешествие мышонка на Луну». Это Торбен Кульман. Она вообще очень крутая. Так все красиво оформлено. Вот этот мышонок, который полетел на Луну. И здесь... Ну, для мальчиков, мне кажется, это гениально. Тут и звезды, тут и небо, тут и космический корабль, тут как он хотел полететь, корабли, чертежи. Ну, тут много чего. Очень хорошая книга, достаточно длинная. Тиме очень нравится. Кстати, он мне все так рассказывал. Очень здоровская. Ну, и вот, если ваш ребенок увлекается космосом, то, мне кажется, будет интересно. И третья книга — это Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес». Ну, здесь иллюстрация. Иллюстрация Ребекка Дотриммер. Иллюстрация, кстати, очень красивая. Ну, наверное, только у нас, наверное, три или четыре «Алисы в стране чудес» с разными иллюстрациями. Я люблю эту книгу. Вот тут такой кролик. Большой формат. Приятно ее читать, приятно ее смотреть. Ну, и иллюстрации, конечно, восторг. Очень такие фантазинные, странные. Я думаю, многим не понравится, но мне нравится очень. Сейчас я вам Алису найду. Где там Алиса? Алиса? Посмотрите, какой чеширский кот. Это как странно. Не для совсем маленьких, короче, детей. Тимофею 10 лет, ему нравится. Вот Алиса здесь такая. И вот тут безумный. А, это чаепитие. Вот. Красивая. Посмотрите, какая красивая. И тут еще карандашные есть зарисовки. Мне нравится. Вот такие вот подарки. Я, как всегда, счастлива, что мама приехала. Нам большая помощь. Ну, и вообще так здорово проводить вместе время. Скоро у моего сына каникулы, так что будет чем заняться. Ой, нет, забыла еще один подарок. Господи, голова-голова. Вот же. Голова-голова. Всем знакомый пакетик Parfume & More. В Москве есть такой интернет-магазин. В Инстаграме. Многие за ним следуют. И вот они мне прислали аромат. Они прислали мне аромат. Передали через маму. Они не делают интернешнл-пересылки. И вообще в Австралию, по-моему, нельзя проводить парфюмы. Поэтому это большая проблема. Я коробку уже вытащила, потому что уже активно пользуюсь. Это Serge Lutant's Nude de Cellophane. Целлофановая ночь, ночь в целлофане, как угодно называйте. Я давно его хотела. У меня его не было. Я его нюхала. Ну, прикольный. Он прикольный. Это жасмин. Это такие вот какие-то засахаренные медовые фрукты для меня. Много разных цветов. Вообще такая охапка. Охапище цветов. Лето. Жужжат всякие жуки, мотыльки, бабочки. Вот прям вот летом пахнет, знаете. Он нетипичный аромат для Lutant's, но заслуживает внимания. Интересный. Интересный. Буду о нем потом подробно рассказывать в другом видео. Уже ароматным, скажем так. Так что, ребята, смело-смело можете заходить в этот интернет-магазин. Очень приятная владелица интернет-магазина. Всегда в переписке. Всегда вам ответят. Всегда поможет. И вот она мне еще положила. Это такой вот две миниатюры от парфюмерного дома Atkinsons. Это такой старинный парфюмерный дом из Англии, Лондон. И это у нас лаванда on the rock. Лавандовый аромат. Я его еще не пробовала. Тут две таких пробирочки. Так что попробую. Расскажу. Расскажу, что к чему. И оставлю ссылку на этот магазин под видео. Все. Чуть не забыла. Видите-ка, дырявая у меня голова. Ну, потому что много-много чего происходит. Все так в движении. Постоянно что делаем. Ну, вы понимаете. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok